Привет, друзья! Меня зовут Олеся. Сегодня я вам покажу, что я вышивала на этой неделе. Но в формате калейдоскоп. Посмотрим, что я из этого получила. И в конце, как обычно, я отправлю в титры все ляпы, неуместные шутки и любые отхождения от заданной темы. Но, пожалуй, начну я с самого интересного. На прошлой неделе я рассказывала про мотивации, которые мне помогают вышивать одну и ту же работу на постоянной основе, не забрасывая ее и не откладывая ее в шкаф. И попросила вас рассказать, какие у вас мотивации. И хочу сказать большое спасибо Ирине Тончиновой, что она поддерживает мой канал и поделила своими мотивационными моментами. Честно сказать, они мне очень понравились, потому что действительно я о них подумала, и они такие золотые, я бы сказала. Первое – это, чтобы начать новую работу. Мотивация – быстрее освободить раму и станочек. Поэтому стараюсь гнать на всех парусах к финишу, потому что другого такого же станочка с рамой у меня нет. На что я хочу сказать, что да, действительно у меня тоже такое есть, что вот у меня одна рама, на которую я планирую другую работу перевести, и ее хочется освободить. У меня есть возможность на этой раме перетягивать другую достаточно быстро работу, но это не очень удобно. И соглашусь, что да, вот хочется эту работу побыстрее продолжать, чтобы ее закончить и другую начать. Надо освободить раму, и тогда можно будет что-то новенькое начать. И второй пункт, о котором поделилась Ирина – это прогресс в саге. Всегда хочется дошить до круглой или красивой цифры. Если, например, я вижу, что вышли до 932 крестика, то посижу еще немного и добью до 1000. Ну и ставлю себе дневную норму, например, 500 крестиков, пока не дошью и не успокоюсь. В общем-то, честно сказать, я такого не пробовала, но мне кажется, это же гениально. Использовать сагу еще дополнительно для таких мотиваторов. То есть мне кажется, надо будет попробовать, и действительно лишние 79 крестиков с точки зрения времени не сыграют. Зато дополнительно добавят в копилочку, и тоже стоит к этому присматриваться. Спасибо, девчонки, что поддерживаете, смотрите, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь идеями. Это действительно очень ценно и помогает двигаться к лучшему. А сейчас давайте я вам покажу, что у меня с этой работой. Это у меня работа, называется «Ассоль дитя озаренная с сиянием Божьим» от СТ, 600 на 400 крестиков. Вышиваю я на 18-й Аиде, и мне очень нравится эта картинка. Мне кажется, у нее очень много символов, которые мне трогают душу и заставляют задуматься. Поэтому любая часть картины, в принципе... Ой, чуть-чуть немножко ее не положила. В общем, любая часть картины, она мне интересна, и хочется ее вышить. Но пока на данный момент я эту работу не гоню. И поняла для себя, что пока и сейчас я ее вышиваю в удовольствие по чуть-чуть каждый день. Не уверена, что сейчас, в ближайшее время, до Нового года, я ее буду вышивать теперь каждый день. Постараюсь сначала закончить всякие новогоднюю суету, а потом уже посмотрю, буду ли я укладываться. Но на данный момент хотела вам показать, что у меня здесь тоже очередное достижение. И вот это окошко полностью уже сделано, и у меня уже полностью ботинки вот этого человека вот здесь вот получаются. То есть вот эти вот ботиночки вот здесь вот уже полностью закончены. О, кстати говоря, и здесь уже четко прорисовывается платье. Так что, скорее всего, это женщина, а это платье. Вот платье и ботинки. В общем, интересно получилось. Единственное странное тут пятно. Посмотрю, что вроде как интересно. А, это, наверное, лучик солнца так падает, что когда смотришь на маленькую детальку картины, вроде кажется, что странно. Но, в принципе, да, наверное, это луч солнца, поэтому он такой странный. Наверное, вам не видно. Давайте приближу поближе, покажу, что я имею в виду. Я имею в виду вот здесь вот это вот странное голубое пятно. Мне, в принципе, вживую значительно сильнее оно выделяется. Вот, и оно как-то казалось странным, но сейчас я вот смотрю, что это, наверное, все-таки просто особенность картины. Вот, так что у меня очередное окошко сделано. И когда будет уже очередное достижение на этой картине, я вам его покажу. И прежде чем я перейду к новой работе, я вам хочу рассказать о новой движухе, которую мне Ленуся Мур подсказала в комментариях. Скину ссылку на ее канал в описании. Идея такая. Давайте я буду вышивать то, что хотите вы, и то, что вы мне подсказываете в голосовании. Постараюсь рассказать правила так, чтобы это было понятно. Я на каждую неделю буду предлагать вам три интересных элемента картины на ваше голосование, которые вы бы хотели, чтобы я вышла следующим. И голоса будут приниматься до следующего видео. Я буду стараться выпускать видео каждую пятницу, и до следующей пятницы буду собирать количество голосов. Тот элемент, который наберет большее количество голосов, я и буду вышивать на следующей неделе. В чем хитрость? Первое. Это я буду выбирать, какие будут три элемента на голосовании. Но вы всегда можете написать мне в комментариях, что я бы хотела еще, чтобы ты в следующий раз вот этот элемент тоже рассмотрела. Не обещаю, что я обязательно его внесу в следующую неделю в голосование, но обязательно рассмотрю ваше пожелание тоже. Вторая хитрость будет в том, что если два элемента или три элемента картины наберут одинаковое количество голосов, я, как тоже зритель своих же видео, проголосую за один из тех элементов, которые мне тоже нравятся. И за счет этого просто перевешу тот или иной элемент, просто чтобы было что вышивать и не разрываться на сразу на два элемента на этой же неделе. Мне показалось, что это идеальная работа для такой интересного эксперимента и для такой движухи, просто потому что на ней очень много. В прошлый раз я насчитала, по-моему, около 40 интересных моментов. И я думаю, что в процессе, пока я буду вышивать их, может еще больше насчитаться и найтись. Ну и, соответственно, их можно, в принципе, так выбирать, чтобы они были примерно равнозначны друг другу. И это будет дополнительная живость тоже придавать этой работе. Не скажу, что мне скучно на этой работе или еще как-то, но вот мне показалось, что... А давайте вместе попробуем выбирать, что же будет вышиваться. В то же время у меня будет такое приключение в том, чтобы это все так собрать, чтобы потом не пришлось выпускать видео по кройке и шитью. Если я где-то в разметочке так не слегка ошибусь и потом придется лишние 10 клеточек выносить или выносить из работы. Ну и несколько моментов, которые я так подумала, что надо бы, наверное, вести как правило, во всяком случае, для начала. Я буду вышивать областями 20 на 20. Причем, как обычно, я буду оставлять последний цвет на потом и его буду вышивать в порядке общей очереди. И в течение недели, не говорю, сколько я буду стежков выживать, то есть я в обычном своем режиме буду это делать. Но вот если у меня этот элемент закончится в течение недели, дальше я перехожу на фоновые участки. А если я не успела, значит он уходит на следующее голосование, которое будет, может быть, на следующей неделе, а может быть, там, не знаю, через месяц. То есть просто вот как бы сколько успела, столько вышло. И мы с вами дальше голосуем уже на новые элементы. Так что давайте попробуем, посмотрим, что из этого может получиться. Ну и давайте первые элементы голосования, которые будут. Первый – это голова Элвиса. В принципе, у меня получается, что здесь 6 участков и вполне за неделю его успеть вышить абсолютно спокойно можно. То есть я даже думаю, что не придется даже на следующее голосование переносить эту часть. Второй элемент будет гитара. И третий элемент – живот Элвиса. Причем, что если какой-то элемент не выиграет голосование, я его точно вставляю и сама самостоятельно вышивать не буду. Перейду на фоновый участок, например, под Элвисом пол буду вышивать. И посмотрим, когда до него следующее голосование дойдет. Начиная со следующего видео, я буду вышивать то, что мы сейчас с вами выберем. А на следующей неделе, то есть следующий отчет, я буду стараться обходить такие интересные моменты и просто вышивать фон. Ну а сейчас давайте я покажу, что на конкретный момент у меня вообще происходит поднебесный замк от Чеширского кота. Размер работы 500 на 923 крестика. У меня на данный момент уже 30 дней, как я вышиваю эту работу. И всего вышито у меня 4.88%, 22 тысячи стежков. Вышиваю стежками на Конгресс Троминия. Ну и сейчас я хочу вам показать, что у меня получилось в этой области. Эту область я закрыла полностью до последнего цвета. Оставляю этот цвет на потом и перехожу на новую область. И что у меня здесь получается? У меня уже получается, и кстати, эту область я тоже уже закрыла. И получается, что я вам уже даже две области показываю, которые у меня получилось вышить. У меня уже виден кусочек вот этой башенки. В принципе, осталось закрыть последний цвет и половину башенки точно уже будет готова. И вот она получается вот до этой части. То есть, в общем-то, уже первый элемент картины, который можно назвать элементом картины, уже появился. И хочу заметить, что действительно уже схема усложнилась. Много цветов и те методы, которыми я пользовалась до этого и на Аиде, и в том числе на этой работе, но с меньшим количеством цветов, уже не работают для меня. То есть, они оказались не такими удобными. И припарковывать ниточки получается не очень эффективно с точки зрения времени и удобства, потому что они теперь в таком количестве стали мешаться и какое-то время тратиться на то, чтобы их разобрать. Я поняла, что, наверное, я припарковывать ниточки буду буквально в первых двух рядах. Может быть, до пяти ниточек припарковывать буду, а потом все остальные буду закреплять и заново начинать. Также я попробовала, как вы видите, вот здесь вот брать цвета и те, которые их немного, если внизу, и их сразу закрывать. Но, в общем, оказалось, что для меня это тоже метод не очень работает, просто потому что он добавляет мне элемент ошибки. И даже с разметкой я немножко периодически несколько раз ошибалась, что, в принципе, мне тоже не очень нравится. Поэтому в следующий раз уже буду, как и раньше, захватывать буквально немножко, несколько цветов, чтобы не было границ. Но в то же время не буду уходить далеко, потому что в моем конкретном случае это оказалось не самый эффективный метод. Вот, поэтому я хотела вам показать, как у меня получились вот эти вот две области. Уже башенка и гора начинается. И перехожу на новую область. И теперь планирую вышивать вот эту область исключительно в пределах области и без парковки. Посмотрим, как у меня получится. Увидимся в следующем включении на этой работе. Ну вот, я к вам вернулась с очередным достижением на Поднебесном замке. У меня уже вышелась уже вот эта вот область. И если мы посмотрим с вами на схему, то получается, что уже начало вот этого моста, который идет вокруг башенки, он уже, в общем-то, должен быть виден. То есть вот эти вот точечки, это те самые, даже не знаю, что это на мосту, наверное, какие-то барельеф. Не знаю, как это назвать. В общем-то, тут, кстати, очень интересно просматривается. Здесь, наверное, еще пока не полная зашивка. Не полностью все клеточки закончены. Ну и, наверное, когда надо будет следующую область вышить, уже будет более видно. Ну, в общем, у меня получается очень даже неплохо. И вот эта вот область уже полностью закончена. Я перехожу к следующей области. Опять же, я все передумала. Не хотела парковать ниточки. Точнее, в общем-то, я, как и сказала, что, наверное, порядка до пяти ниточек я буду парковать. В общем, в этот раз я так и сделала. И мне, пока, я надеюсь, будет удобно. Предыдущий раз я не парковала ниточки, а в этот раз припарковала. Посмотрим дальше. Ну и захватывала боковые. Все-таки области такие, как несколько клеточек. Если не уходить слишком далеко, то есть на ближайшие два десятка, то вроде как у меня получается очень неплохо. И вроде пока еще не замечала, чтобы на таком небольшом расстоянии я ошибалась. Тогда как в предыдущий раз, когда я уже уходила так достаточно далеко, я начинала в разметке путаться. И были ошибки. Так что вроде как такой метод пока работает. Хотя, конечно, значительно медленнее, чем если, когда я вышивала небо, там как-то совсем мало цветов было, поэтому ошибок было меньше. Ну и давайте с вами посмотрим, что у меня дальше идет. Я тут посмотрела, что тут опять получается небо и очень легкий участок. То есть сейчас вот я один закрою, следующий участок, который среднее количество цветов. Ну то есть не замок, но поменьше. Ну а потом опять быстренько-быстренько, может быть за пару дней максимум. Я думаю, что тут можно в принципе за несколько часов пройти вот этот вот весь участок. Он тут вообще очень легкий, я смотрю. Ну и в принципе здесь. Я, кстати, посмотрела, что раньше это у меня была курица. Не помню, честно сказать, в каком формате это была курица. Наверное, какой-то охранник курица. Но я вот посмотрела, что Элвис прямо один в один с этой курицей. То есть такое впечатление, что Элвис отделился и смотрится выше. То есть это его статуя, а это его дух Элвиса прямо один в один. Так что еще посмотрим, кто это у нас, когда вышлем. Посмотрим, как на конве это будет все-таки курица или Элвис. Или Элвис это просто курица. Да, Элвис. Ну, кстати говоря, если я буду дальше двумя десятками повышивать, то Элвиса мы не сравним. Тут только буквально тень от нее у вас будет видна. Зато гитара точно вся почти полностью подходит. В общем, я уже это с меняю все закапала. Благо, это не нанесенка, так что можно капать с менями. Я прямо тут вся в ожидании, когда же у меня будет Элвис и его пузо с розовыми шариками. Кстати, пол шарика влезет. Здоровско. Я просто еще до конца не решила. Но вообще, честно сказать, я уже 10 раз как решила. Но каждый раз думаю, а вдруг стоит вышить всего Элвиса, а потом идти дальше своими двумя десятками. Не знаю, посмотрим, как это будет дальше. Но сейчас прямо я на него радуюсь. Даже вот эти два десятка уже здоровско. Ну, какая гитара. Это уже будет вообще украшение работы. Вот, к сожалению, единственное, я слишком часто перематываю, чтобы это украшение работы долго меня радовало. То есть, надо будет притормозить. А то это выращишь в самую главную часть. Потом, хопс, ее замотаешь тоже в раму. И видно не будет. Ой, тут вообще скукотень пойдет. Ну, с другой стороны, там была голубая скукотень, здесь будет черная скукотень. С черной скукотенью, кстати, не знаю, проще, легче, сложнее. Что-то, небось, мне кажется, вообще тут три цвета. Зато быстро. Хопс, хопс, за пару дней и до конца, до угла найду. Здорово, слушайте. Прямо план по валу. Сейчас пойду, как выполнять его. Ну, ладно, мы с вами скоро встретимся, наверное. Вот. Ну, я вам доложила, что вот эта вот область я вышла. Довольно собой. Перехожу на более легкую область. И у меня нижняя часть будет сейчас уже обрисовываться этого моста. Кстати, кто-то там просвечивает. Что-то там под этим мостом интересное творится. Ну, ладно, давайте я буду вышивать, потом вам расскажу, что же там творится. Ну, вот, я к вам пришла с очередным достижением. У меня очередное окошко уже полностью вышло, за исключением последнего цвета. И у меня здесь уже должны прорисовываться край мостика. В общем, пока еще не очень заметно, так как последний цвет не вышит. Но все равно уже здорово, что уже еще плюс одно окошко. Ну, и давайте я вам расскажу одну вещь, которую я прочитала ВКонтакте у Саги. И мне понравилась очень эта идея. Я сейчас ей активно пользуюсь. И прямо вот зашла мне вот этот способ вышивки. Оказывается, можно вышивать сразу двумя областями. Я, кстати, этого не знала. Я думала, что можно или вышивать или только этой, или только этой. А их можно комбинировать. И вот давайте я покажу, как я это делаю сейчас. Буквально, может быть, пару часов назад прочитала. И вот сейчас вот эту область как раз и вышивала этим способом. И мне очень понравилось, потому что перестала ошибаться абсолютно. И в то же время захватываю боковые клеточки, не двигая область по-хорошему. То есть вот у меня сейчас вот эту область, надо цвет от вышить. Посмотрим, как лучше. Вот так лучше, кстати, видно. И я вижу, что у меня вот здесь вот сбоку две клеточки, которые хорошо бы вышить. И вот эти вот нижние. Вниз я дальше не пойду. Что я делаю? Я нажимаю на ласа. Выделяю тот цвет, который мне надо. Можно полностью, можно не полностью. И хопс, он у меня выделяется. Кстати говоря, я забыла выделить еще одну клеточку. Давайте-ка еще раз сделаем то же самое. Вот так вот. И он у меня хопс и выделился. И предположим, что это вышло. Как я это удаляю? Тоже одним кликом. Один клик и окей. Единственное, он уже на этой новой области переходит на меньшее число. Поэтому в данном случае мне надо нажать еще раз на ласа. И один раз на номер цвета. И все. И он у меня переходит опять на меньшее число. В этой заданной области. И я точно так же дальше продолжаю. Выбираю ласа. И аккуратненько выделяю тот цвет, который я, может быть, сейчас буду вышивать. Вот так вот, скажем. Вот он мне выбрал то, что я решила вышить. И в данном случае, что мне нравится. Мне не надо пальцем ловить все эти номера. Просто потому, что иногда, когда мелкая схема, не очень удобно это. На крупной схеме, наверное, это попроще. Но, в принципе, такой вариант мне больше понравился. И как-то вот, если у меня получается область все равно выделена, я на нее лучше, легче ориентируюсь. Как здесь и здесь. И поэтому ошибок у меня меньше получается. Видать, это не такая уж и новая функция. Но я вот сегодня просто заинтересовалась, что у них на ВКонтакте на страничке есть. И прочитала. И очень рада, что этот способ мне прямо понравился. И действительно сейчас буквально вот эту вот часть повышевала. И у меня все хорошо так пошло. Так что, да, теперь буду пользоваться. Ну, а с этой работой мы пока с вами прощаемся. И увидимся в следующем включении, если на ней будут достижения. Ну вот, вышила я кусочек неба. Уже тут начинается курица. Я ее не стала вышивать. И уже потихонечку подхожу к Элвису. И готовлюсь к первым результатам голосования. Поэтому уже сместилась на 5 клеточек губок. Чтобы случайно не зацепить основных героев. Ну и подведя итоги по этой неделе. Вышила я 4 700, начиная с 16 числа. Так что у меня еще надо бы 2 тысячонки нагнать за следующие несколько дней. Как раз на фоновых участках будет самое оно. А сейчас давайте с вами вместе перейдем на работу, которую я называю Чайки. Это работа 400 на 445 стежков. Вышивается на Лугане. И на ней уже вышиваю, я вышиваю уже 38 дней. 10.75% вышива, это 19 тысяч стежков. И на данный момент у меня получается, что я уже закончила вот эту область маленькую. И перешла на новую область. У меня вот получается замечательная травка летняя. С таким, мне кажется, где-то это примерно август, когда уже жара и травка немножко подгорела местами. Но в то же время остается еще местами зеленой. И это еще не осень, а достаточно теплое время года. У меня пока прорисовывается песок здесь. И я потихонечку двигаюсь в этом направлении. Эту работу я пока вышиваю с учетом парковки, так как здесь цветов не так много. Эту схему делала я сама, поэтому ее достаточно неплохо чистила. Тем более, это природа. И мне здесь показалось, что цвета распределяются достаточно равномерно по работе. То есть голубые ушли на небо и в воду. Зеленые и оранжевые ушли на траву. Поэтому на каждой области, в принципе, не так много цветов. Поэтому пока вышивается достаточно легко. И я переживала, что здесь светлые цвета будет тяжело вышиваться. Но на данный момент пока светлые цвета идут вполне себе отлично. Они не такие белые. Единственное, я здесь все еще пока привыкаю к разным вариантам закрепления нити. Поэтому с предыдущих вариантов у меня осталось много достаточно видимых закрепок. Но они потихонечку зашиваются. И уже здесь, в принципе, их не так будет много видно. И уже я так руку набила. И хочу сказать, что, в общем-то, да. Очень мне нравится, что я на некоторых цветах начала использовать самые тонкие 28 иглы. Они достаточно легко идут через канву. Что мне, в принципе, значительно сильно облегчало работу. И вот жду, когда у меня придут такое хорошее количество иголочек этого размера, чтобы большую часть ниток перевести. Сейчас у меня только одна иголочка. Я ее использую, когда вот мне уже осталось совсем немножко последние цвета. Вот. Ну и как бы, как я хотела сказать, что изначально я планировала парковать только налево. Но так как рисунок у меня идет и вниз тоже. И, в общем, не хватило у меня сил. И доделать я не хотела, потому что достаточно далеко нитка идет. И силы воли не хватило, так скажем, обрезать эту ниточку. Поэтому оставила так. Посмотрим, насколько они мне будут мешать. Потому что вниз сейчас я пока не планирую идти. И, честно сказать, я думала по поводу этой работы на этой неделе, что может быть ее развернуть в плане того, как я ее вышиваю. Ну, то есть развернуть не саму, не сами пяльца, а то, как у меня идет вышивка. То есть если я сейчас иду справа налево рядами, то я думала, может быть, пойти вниз. И так это будет логичнее с точки зрения рисунка. Тогда мне значительно меньше придется нитку обрезать. И они будут логично переходить из одной области в другую. Но я поняла, что мне такая идея не очень нравится. Просто потому, что это будет, в принципе, достаточно скучная вышивка. В плане, что мне сначала надо будет все вышить голубым, потом все вышить оранжевым и зеленым, а потом пойдет песок и коричневая. А сейчас, за счет того, что это идет как бы перпендикулярно рисунку, у меня получается постоянная смена цветов и что добавляет живости. В общем-то, очень мне нравится эта работа. Какие она у меня ощущения и ассоциации вызывает. Поэтому каждый раз я очень хочу ее повышевать. Но пока я сейчас концентрируюсь больше на драконах и поднебесном замке. И поэтому эту работу беру от случая к случаю. Но посмотрим, как у меня дальше будет идти. И встретимся с этой работой в следующих включениях. Ну вот, пока мы с вами не виделись, я уже успела закончить этот кусочек. То есть мы с вами видели, что я его только начала. А сейчас уже он полностью готов. И следующий кусочек у меня уже виден, в принципе. И, кстати говоря, я здесь закончила последний цвет. И сейчас я смотрю, и мне просто очень сильно нравится, как это все получается. То есть я уже вижу действительно вот этот пенек, насколько он здорово получился. Травку, песочек. Уже действительно картина. И уже чувствуется запах лета. И вот эта жара. То есть уже ощущение того, что это я вижу в окошко. Это вот все. Или вживую. Оно уже начинает проявляться. Очень я рада, как получается. И продолжаю двигаться в том же направлении. Сейчас у меня уже получилось больше 11%. И здорово все идет. И уже действительно попривыкла я к Лугане. И хоть и периодические стежки достаточно кривые получаются, но в общем уже ощущение поменялось. И вот эта вот радость нарастания работы, красивой картины, она меня не отпускает. Это у меня работа будет Тигр. 380 на 260 крестиков. Китайский набор с нанесенным рисунком на канву. И это у меня хлопковые нитки. В общем, по плану эту работу у меня вышить до 21 января, пока год Тигра, хотя бы самого Тигра. Ну и если у меня получится вышить фон за это время, то есть полностью вышить картину, я буду очень рада. Но если не получится, то значит фон перейдет на следующий год. Но хотя бы Тигр я надеюсь, что у меня получится вышить. Но в то же время я его специально не гоню. Вечерами я его не вышиваю. Вышиваю только от случая к случаю, когда пробегаю мимо, вышиваю эту работу. Или у меня есть 5 минут, притормозить, повышевать немножечко, не подглядывая в схему, и побежать дальше. То есть, грубо говоря, в такое время какие-то серьезные работы я бы не взяла. И вот что мне понравилось, вот именно на такие моменты нанесенка очень замечательно работает. И я вот сейчас уже даже на это место, на этот временной отрезок, уже целую очередь нас построила. И даже какое-то время переживала, что вдруг у меня слишком мало работ с нанесенной конвой, надо бы мне еще что-то прикупить. И даже стала наличие присматривать. Но потом поняла, что нет, не стоит пока ничего брать. У меня на самом деле на год работы, наверное, на этот временной промежуток вполне себе достаточно вышивок. И там уже посмотрим, когда дело подойдет к делу. Может быть, и действительно что-то прикуплю. Но очень мне понравилось, как она вписалась в мой график. В плане того, что практически она не занимает какого-то дополнительного времени, которое я обычно тратила. Это больше так вот что-то подождать где-то. Или просто когда не хочется ничего делать, вот буквально 5 минут где-то там, так сказать, посидеть, ничего не делая. То есть это вот такая вот работа, которая в то же время достаточно неплохо двигается, я бы сказала. Ну и на данный момент я бы вам хотела показать, что у меня сейчас в области отсчета идут 2 на 4 десятка. То есть вот эта вот область, она... То есть я беру 2 на 4 десятка, в данном случае вот это вот, приготовлю все ниточки для нее, чтобы они вот так вот висели, припарковываю. Причем, что я сделала очень удобные органайзеры, на которых нарисовала символы. То есть вот так, в принципе, мне получается вполне себе не подсматривать бумажную схему и электронной схемы у меня нету, поэтому я исключительно вышиваю по нанесенке. Пока на данный момент у меня тут только 2 цвета, которые я немножко периодически сомневаюсь, но в общем-то я ее даже на нанесенке научилась отличать. Один пыльный фиолетовый, другой темно-фиолетовый. И иногда я путаюсь с темно-бордовым. Но в общем они как-то так у меня пока еще не сильно путаются. Я так иногда подглядываю все-таки в схему, которая на конве, в значки. И за счет этого, в принципе, нормально идет. То есть не надо никуда подглядывать. И даже без электронной схемы вполне себе комфортно вышивается. И я вам хотела сказать, что на этот раз я вот закончила вот эту вот область. У меня осталось всего 2 ниточки, которые я сейчас буду заканчивать. И потом перехожу на новую область. И уже я почему хотела показать, потому что эти 2 ниточки очень быстро закончатся. И уже я когда на новую область буду переходить, я пяльцы перетяну. И просто чтобы это было удобнее показывать, поэтому показываю прямо сейчас. Так что когда я перетяну пяльцы, я уже навешу новые ниточки вот здесь вот. Но что тут можно сказать, что эта область перейдет в завершенные буквально не то, что даже за один день. Я думаю, что за один... Причем, что я вот единичку и 46, я их не планирую сейчас на данный момент вышивать. То есть у меня, я думаю, что тут вот эти вот две области очень быстро должны перейти в разряд завершенных. И я опять перетяну пяльцем. Я сейчас вам показываю то, что вот эта область уже практически совершена на данный момент. И я к ней уже вернусь только, когда пойду в следующий ряд. Так что на этой работе мы с вами встретимся в следующем включении. Ну вот, подводя итоги этой вышивальной недели, хочу сказать, что эту область я пока еще не закрыла. У меня осталось достаточно много припаркованных ниточек. Но уже перехожу к лапе. И под тигром уже почти полностью сделан. Считаю, что продвинул за эту неделю неплохо. Будем продолжать в том же духе. Ну и план на следующей неделе чуть побольше повышевать на тигре, чтобы стараться уложиться все-таки в поставленные сроки. Это у меня лошадка, которая изначально, конечно, планировалась по набору. Но набора у меня не было возможности купить. И схему я нашла в свободном доступе. Поэтому цвета я подбирала на глаз. И поэтому вполне возможно, я бы сказала, что однозначно они не соответствуют тем цветам, которые должны быть у тех, кто сможет купить эту схему. И я уверена, что в оригинале это будет значительно красивее. Но вот как у меня получается на данный момент, с учетом того, как я подобрала цвета. Эта лошадка у меня двигалась достаточно медленно, так как я ее вышивала буквально по 5-10 минут в день по одной ниточке. Но потом, когда у меня уже работа дошла где-то примерно до этой области, мне стало неудобно держать. То есть если я вот здесь вот еще как-то держала, то когда здесь вышиваешь, уже и гок начинает болтаться, канва начинает болтаться, неудобно. Я пробовала разный вариант, как бы можно было повернуть. Но в общем поняла, что теперь на руках ее вышивать уже она слишком большая, не очень удобно. И перевела ее в разряд настольных. То есть в данном случае, давайте я вам покажу, как это у меня выглядит, когда я ее вышиваю. То есть я ее прикладываю к краю стола и зажимами, которые такие вот легко зажимаются. Опять же, это вариант, забранный у мужа, который потом у меня периодически это забирает, когда ему надо. Я просто так вот притягиваю к столу и вышиваю двумя руками. В принципе, значительно стало удобнее, с учетом того, что теперь хотя бы я могу вышивать двумя руками. Ну и какое-то время я повышивала одной ниткой, как изначально и шла, и поняла, что я хочу ускорить эту лошадку и уже одной ниткой мне неудобно. То есть я когда вот здесь вот планировала повышивать одну ниткой, я поняла, что у меня слишком большая вероятность ошибки и мне надоело порозить маленькие работки. Так что я, в общем, перешла от одной нитки как к парковке, которую, в принципе, на таких маленьких работах я более чем уважаю. Цветов здесь не так уж много и они не сильно путаются. И, как обычно, я, в общем-то, для себя уже это давно уже заметила, что парковка на маленьких работах для меня явно быстрее, чем по одной ниточке. Потому что, во-первых, высчитывать особо не надо, все видно. Ну и по одной ниточке достаточно большая вероятность, хотя не скажу, что на лошади я сильно много ошибалась. Лошадь я, по-моему, может быть, только один раз где-то порола, а, в общем-то, только вот забывала периодически крестики вышивать, которые были близко и в то же время имело смысл, например, вот здесь вот один желтый крестик я забыла вышить. Казалось бы, да, вот их тут россыпь, а один из одного пришлось заново брать нитку. Ну, в общем, эта лошадка не отличилась особо ошибками, поэтому не скажу, что вышивка по ниточкам была плохая, просто вот явно быстрее получилось. То есть я, как вот, начала здесь вышивать парковкой, у меня буквально за два дня я вышила, ну, это было, правда, не пять минут, как обычно, а сейчас, так как я на стол ее перевела, то на столе у меня значительно чаще есть возможность ее взять. То есть не скажу по времени, сколько, может быть, это полчаса, хотя могу ошибаться с этим. В этом плане у меня время как-то не отсчитывается, я не считаю, сколько по времени у меня получилось. То есть если у меня получилось возможность где-то что-то подождать, я беру ее, немножечко вышиваю, потом сразу же откладываю. То есть это у меня вариант, знаете, как пинг-понг. Взяла, кинула, взяла, кинула. И вот вышла я эту часть, это у меня уже шея лошадки, передняя ее часть, и сейчас у меня, в общем-то, да, и парковка я в таких случаях стараюсь по возможности или брать рядами, или логическими кусочками. Тогда получается значительно удобнее. То есть у меня здесь четыре цвета шли очень удобно, и поэтому логично было так вот прихватывать именно так, где они заканчиваются. Вот, а сейчас у меня по плану пойти закрыть верхнюю часть шеи и гриву вот эту, которая здесь будет. И у меня уже полностью вот эта вот часть будет готова. Вот, потом по плану я хочу вышить вот эту вот нижнюю часть гривы. Не буду пока, наверное, ножку захватывать, просто потому что она будет по цвету другого цвета. Но не знаю, посмотрим. В общем, у меня по плану пойти вот здесь, вот все здесь вышить, а уже потом закрыть вот эти вот оставшиеся кусочки. То есть, в принципе, за три подхода парковки, я думаю, что они должны закрыться, и у меня уже будет полностью готовая лошадка, эта сторона этой лошадки. Вот, поэтому по этой лошадке у меня пока все. Увидимся с ней в следующих включениях. Ну и давайте посмотрим, что у меня получилось к концу этой вышивальной недели на лошадке. Лошадка у меня, в общем-то, очень неплохо приросла. У меня уже шея есть, как мы с вами видели, и я уже неплохо так доделала верхнюю часть шеи. То есть, вот эта часть гривы уже, в общем-то, сделана. Хотя не скажу, что она у меня получилась как-то достаточно органично, но надеюсь, что бэк все это дополнит, и будет лучше это выглядеть. Ну, хотя посмотрим, как это будет уже с остальной частью. То есть, у меня осталось совсем чуть-чуть в этой парковке. Может быть, на один день я уже это закрою. И по плану я хочу парковкой повышевать вот эту часть. И надеюсь, что тоже за следующую неделю плюс-минус эту часть полностью закрою. То есть, остатки гривы и морду. А сейчас я вам покажу, что у меня происходит с японским садом. Это работа 617 на 310 крестиков. Один стакан вам. Полтора метра на 85 сантиметров. Китайская нанесенка шелком. Шелком у меня тяжело складывались отношения, но сейчас, в принципе, я к нему достаточно неплохо привыкла. Мне он вполне очень себе нравится. Особенно так, как цвета выглядят. То есть, они намного ярче и глубже, чем хлопок. Но в то же время шелк достаточно своеобразной нитки. Поэтому не уверена, что когда-нибудь я еще решусь на шелк. Но это я посмотрю уже, когда будет готова полностью работа висеть на стене. Насколько она будет ярче выглядеть по сравнению с другими работами. Но сейчас я вам хотела показать, что у меня... В общем-то, как получается на данный момент. Я попробовала на этой работе припаркованные ниточки. И уже тут успела несколько раз поэкспериментировать. Во-первых, я решила перейти на маленькую область. И вышивать припаркованными ниточками. Так же, как я вышиваю тигра. Это и работает, и неплохо. Но как-то вот не пошло у меня это. Не знаю, как в будущем буду. Когда уже буду вышивать ее именно как нанесенку на столе. В 5 минут пришел, повышевал и ушел. Вот. Но сейчас я поняла, что пока я вышиваю по саге. Она мне подсказывает, какой номер брать. И я ей руководствуюсь. Кстати говоря, сейчас посмотрю, сколько у меня вышло. По количеству дней это совершенно неправда. 52 дня я пользуюсь санглой. А по факту это 7 лет. То есть количество дней тут, наверное, будет сложно посчитать. Но, в общем, получается уже 40%. Что, ого-го, не так давно это было порядка 20%. То есть когда я вот 52 дня назад ее взяла, у меня было ровно 23% вышито. И 74 крестика уже вышито, что очень неплохо. Правда, если сравнить с тем, что осталось, получается уже не так и хорошо, как хотелось бы. Вот. Ну и что на этой неделе я, кроме того, что я вот здесь вот поэкспериментировала с припаркованными ниточками. В общем-то неплохо. Но я поняла, что мне этот вариант не очень нравится. И в прошлом видео я говорила, что так как я залила эту область, я не буду специально ее зашивать. А вот когда придет туда ниточка, там мы зашью. И это меня стимулирует на то, чтобы побыстрее остальные цвета закрыть в этой области. И побыстрее вышивать, чтобы вот это закрыть. Ну, в общем, поняла, что это слишком сильная мотивация. Я так и не могу. В общем, смотри, повышевала я буквально несколько ниточек, плюнула на это дело. И зашила всю залитую область по схеме. Просто потому, что решила, что так будет удобнее. Но в то же время я, видите, здесь ниточки припарковывала. То есть здесь как бы зашила эту область, и она уже, ниточка дальше ушла, я ее оставляла и припарковывала. Так что слишком сильная мотивация. Так что надо было залить. Хотя в то же время я себе залила всю канву, то я не знаю, честно сказать, что бы я делала. Отложила бы эту работу вообще или выкинула бы, или как бы я бы с ней поступила. То есть, да. Надо вот поланься мотивацию выбирать. То есть пару капель, это еще терпимо. А вот половину канвы, не, это, наверное, я бы не осилила морально. Эту работу вышивать исключительно по схеме электронной. Вот, так что сейчас план. Не уверена, что я буду на этой неделе ее вышивать. Все-таки у меня идея сейчас создалась, что я хочу тигра вышивать полностью. А потом уже эту работу переведу на это место, и ее буду вышивать. Потому что я попробовала на этой неделе, вот именно буквально вчера или сегодня, перекидывать их местами, местами поменять. И вот поушевала на месте тигра вот эту работу. В общем-то она действительно неплохо пошла, но как-то я поняла, что сейчас мне вот хотелось бы тигра довышивать. Поэтому эту работу не имеет смысла сейчас гнать, именно хотя бы в этом ракурсе. Поэтому я ощущаю, что, скорее всего, я ниточки, которые здесь уже перепаркованы, я их все-таки довышиваю. Не скажу, что я их буду гнать и быстро, как можно быстрее вышивать. Просто потихонечку иногда вот буду брать вечером, повышиваю немножко и отложу. Вот. И, кстати, хотела показать, как я паркую ниточки своим старым методом, которым я уже пользовалась много, даже, может быть, даже несколько лет назад. И сейчас просто перестала, но, в общем, иногда к нему возвращаюсь. Если мне надо припарковать ниточку, которая где-то далеко, то есть я ее на следующую область, и она там, может быть, через несколько недель понадобится, то есть не скоро. Я ее вот так вот обматываю вокруг иголочки, и она тогда не путается, потому что здесь вот у меня все-таки уже ниточки перепутались. А с шелком это в моем конкретном случае не очень удобно. Шелк сложнее распутывать, чем хлопок. Поэтому я вот решила сейчас попробовать еще раз вернуться вот к такому методу парковки, потому что если ниточка прямо совсем близко, уходит уже сюда, мне ее жалко обрезать с шелком, а это тяжелее ее закреплять, чтобы она не махрилась, ничего. Поэтому все-таки ее как-то удобнее припарковать. Ну и в то же время, чтобы их не было так много припаркованных, которые вверху несят и путаются, я вот решила вернуться к этому методу, потому что на других работах я так пользовалась не один раз. И в принципе достаточно. Кстати, на этой работе тоже давно-давно я тоже таким методом пользовалась, и в принципе он себе оправдывает, особенно если их не очень много. Так что у меня вот четыре ниточки уже припаркованы, и все-таки, наверное, я вернулась к своему старому предыдущему методу, что я вот закрою вот эту область, 7000 крестиков, и перейду наверх на такую же область. Поэтому они мне пойдут следующими. Так что посмотрим, если я буду вышивать эту работу на этой... В этом видео я вам покажу ее в следующем включении. А если нет, встретимся с ней в следующих видео. Мне кажется, мои видео это как сериал. Во всяком случае, у меня именно такое впечатление периодически создается, когда я отсматриваю свое видео, потому что я сначала что-нибудь там наимпровизирую в полете фантазии, а потом уже забываю и слушаю это все. Удивляюсь, кто это все напридумывал. Ой, ты тут носит по комнате, как лопнувший воздушный шарик. Когда Анна-Мария приходит в комнату к Робертой и говорит, нам надо поговорить. А в следующей серии оказывается, что Роберто не один, и мы явно сейчас не до разговоров. Так и у меня. Если я в предыдущем видео сказала, что нет, мне это не подходит, или это самый лучший вариант, это не значит, что в следующем видео, или даже в следующем кусочке этого же самого видео, я не скажу, что даже это отличный вариант, и я к нему все-таки вернулась, и он мне нравится. Берите попкорн, размещайтесь поудобнее, и посмотрим, что же я опять напридумывала. Хотя не, попкорн это для блокбастеров. Откладываем попкорн, для сериала не подходит, и самый лучший вариант для здоровья. И берем вышивку, с вышивкой веселее под сериальчик. И посмотрим, что же я придумала. Ну, в общем, ничего я нового не придумала. Просто, если до этого я говорила, что нет, парковка мне не нравится, и все-таки я не буду так вышивать, и останусь на своих 7 тысячах крестиках области. Сейчас я повышевала парковку, и мне так понравилось, честно сказать. Мне показалось, что вообще гениальный вариант. Сидишь себе, ниточки себе припаркованы, никакой тебе схемы, ничего. Можно там, я не знаю, час просидеть, спокойно вообще никуда не подглядывая, уже все готово, в общем-то. Так что мне понравилось, я вот даже подумала, может быть, не перевести гномика на вариант шарик для пинг-понга, а эту отправить в категорию сюрприз для мужа. В общем, я решила попробовать повышевать эту работу в другом варианте, и посмотрим, сколько у меня получится крестиков. На гномике у меня порядка 10 крестиков в день выходит. На такой работе, не знаю, не знаю, здесь же даже на схему смотреть не надо, схему уже все с тобой. И ниточки уже припаркованы. Так что посмотрим. Мне очень даже интересно, что из этого получится. Будет мужу сюрприз. Ножницы. Ножницы, кстати, тоже. А, кстати, насчет ножниц я вам хотела рассказать интересный вариант, который все уже, наверное, вторую неделю пытаюсь вам рассказать, все время забываю. У меня такая штука есть, называется зубная нить. И, в общем, от вот этого штучку я от нее отковыряла предыдущий вариант, и ее уже успела потерять, поэтому лучше сразу зубная нить. И для походного варианта очень удобная штука, между прочим. То есть просто берешь, если вдруг надо, два в одном, кстати говоря, и просто вот так вот и работает вполне. То есть мне показалось, что вообще суперская идея в том же самом аэропорту. Вряд ли такую штуку заберут и выкинут. Да тут металл совсем ни о чем. В то же время, если вдруг что-то надо, даже нить, и можно воспользоваться. И такие ножницы, вообще гениальная штука мне показалась. В этом случае, мне теперь значительно спокойнее, чем если ножницы в аэропорту выкинут, если вдруг куда-то лететь надо. А это даже вот на улицу в карман бросил и понес. Лучше, чем ножницы, которые везде колются, вываливаются, еще тяжелые. Так что вариант очень даже ничего. В общем, я его тогда заценила. То есть, как походный вариант, вместо ножниц, вот эта вот штучка, очень даже. Единственное, я говорю, что вот я отковыряла от первого варианта, то есть у меня уже ниточка закончилась, я вот эту штучку отковыряла, решила она маленькая, удобнее носить. А в итоге оказалась она настолько маленькая, что удобно и потерять. А вся коробочка очень даже ничего. Ну вот, в общем-то, я вам хотел показать на самом деле, что у меня тут происходит. Не скажу, что у меня сильно много есть чем гордиться, в плане того, что я вот здесь вот все вот ниточки здесь припарковала. Ну, точнее, как они были припаркованы, я их вышила. И, в общем, как оказалось, вполне себе пошло дело. И у меня здесь уже так хорошо, так все ниточки ушли, так повышевалось. Но, как в моем сериале предполагается, Мария, Елена приходит и говорит, что типа, а я вот сейчас буду вот эту область вышивать. Ну, а в следующей серии мы узнаем, в каком Роберто был состоянии, когда он решил эту новость услышать. Так что, посмотрим в следующий раз, насколько я действительно вот эту область повышевала. И действительно ли она будет в области сюрприз для мужа. Или все-таки я передумаю опять. Вот, насчет этой работы наверное все. Мне пока больше показывать нечего, кроме того, что у меня тут еще куча ниточек припаркованных. Вот, и по плану у меня вот довышевать вот эти ниточки и может быть каждый день приходить и несколько ниточек довешивать следующих. То есть, изначально брать вот эту область и к ней привешивать несколько ниточек и их вышивать. И когда они примерно заканчиваются, возвращаться, довешивать следующие и уже уходить. То есть, сюрприз для мужа это там, где нитки не очень удобно разбирать и хранить. Потому что там я буквально 5-10 минут вышиваю, поэтому проще прийти с этой вышивкой. Особенно, если с такими большими и организация сложная. То есть, прийти, навесить и потом обратно вернуть туда же. И, в общем-то, можно даже сюрприз для мужа коробочку с собой брать, чтобы у него был не такой большой шок, как до этого. Вот. В общем-то, давайте с этой работой на сегодня попрощаемся и посмотрим, что если она к нам вернется в следующей серии. Ну и в качестве заключения, что у меня получилось на конец недели по этой работе. В общем-то, ниточки я повышивала. Очень мне понравился вариант именно сюрприз мужу. То есть, вполне на следующей неделе, может быть, или когда я закончу гномика, эту работу я как раз там и буду вышивать. Очень удобно. не надо в схему смотреть. Иголки, кстати, не теряются. Но в плане, что я попробовала даже чисто для любопытства, насколько это работает для хлопка. И оказывается, что в принципе для хлопка тоже работает, но шелк в этом плане удобнее просто за счет конвы. Я делаю узелок на конце каждой ниточки. И за счет этого у меня не теряется иголка, даже если я хочу. То есть, она вот сама держится. То есть, она не может потеряться сама по себе. Ее надо так постараться выдернуть. Вот. То есть, в общем-то, очень удобно. То есть, пока я сама не захочу, иголка не соскачет. Ножницы тут тоже, в принципе, можно использовать, можно не использовать. Так что, работа потихонечку двигается и все замечательно. А сейчас давайте я вам расскажу про своего гномика. Это набор от жартица, который мне подарила моя подруга. Но с подругой мы встретиться пока не успели, поэтому ниточки мне пришлось выбирать на глаз по картинке. И сейчас, на данный момент, я вышла уже светло-желтый. Вот этот вот с предыдущего раз, когда я вам докладывала все. Этот у меня не с балахончиком. Достаточно яркий, интересно получается. И вот здесь вот на шапочке тоже этот желтый выходит, вышел. То есть, я везде уже вышел этот цвет. Вот тут цветочки. И у меня здесь вот беленький вышел. Это у меня ценник на цветочках. Глазки беленькие. Такие смешные получились. Они у меня как у рыбки, потому что у меня канва меньше. Я ее взяла специально 18-го размера, чтобы, как это сказать, она лучше подходила на елку, как именно, как игрушка. И получилось, что французские узелки больше чуть-чуть, чем на превью у производителя. Давайте я вам покажу, как это выглядит у производителя и как оно выглядит у меня. У производителя явно французский узелок значительно меньше, чем сам глазик по сравнению с глазом. А у меня он достаточно большой получился, и поэтому у меня получается гномик-рыбка. В всяком случае, пока сейчас у меня глаза ассоциируются исключительно с рыбкой. И закончила вот этот весь черный цвет. Благо, тут всего два крестика было. Так что у нас с вами гномик двигается. И уже три цвета вышелось. И в следующем включении мы с вами увидим, если вышатся еще какие-то цвета. Ну и давайте в качестве итогов этой недели я покажу, что у меня на шариках. В общем-то, я не снимала никакие включения на этом шарике. Это у меня схема от Надежды Григорьевой, но цвета на многих шариках я подбирала сама, в том числе этот зеленый. В общем, изначально было планировало, что я буду идти от самого светлого до самого темного, но в итоге я поняла, что-то время поджимает и я хочу побыстрее. И в общем, я решила вышивать теперь парковкой. Успела вышивать только этот шарик парковкой и в общем-то вот этот вот весь цвет, вот эту вот область я как раз успела закончить. То есть у меня теперь я буду вышивать на остальных шариках, пока я их даже не трогала, вот эту вот часть и потом уже на зеленом шарике перейду на следующую область. В общем, мне нравится, как получается. Зеленый очень вполне такой органичный, не знаю, как на елке он будет выглядеть, но в общем, пока я, когда я смотрела сюда, мне казалось, что какой-то совсем светлый шарик получается. Но вот так и подразумевало, что когда я добавлю все остальные цвета, он уже будет более сглаженный и уже темный цвет будет оттенять. В общем-то, так и получается. Ну и надеюсь, что за счет светлого цвета на елке он все-таки будет выделяться и будет получаться хорошо. Так что посмотрим в следующих видео, как у меня все-таки получится весь шарик. Надеюсь, сейчас побыстрее их повышивать, просто потому, что уже чувствую, что надо начинать готовиться к Новому году и если я хочу вышить какое-то более-менее органичное количество игрушек, то уже стоит чуть почаще на них обращать внимание. Поэтому посмотрим на следующей неделе как у меня будут двигаться шарики, но пока только зелененький подвигался. Ну вот, буду заканчивать с отчетом на этой неделе. Приглашаю вас в комментарии с голосованием. Напомню, что это голова Элвиса, гитара и животик Элвиса. Желаю вам всем хорошего времени суток и отличных выходных. Увидимся в следующем видео. Пока. Ну а сейчас мы перейдем к титрам. Это там, всякие неуместные шутки, ляпы и подхождение от заданной темы. Ну вот, я к вам пришла с очередным достижением по Поднебесному замку. Но честно вам хочу сказать, чувствую, что попа у меня уже начинает тут горать. Мне через пять дней отчетно сдавать на семь тысяч крестиков, а у меня еще, а я еще не в зуб ногой. Причем, что всего четыре тысячи вышито и что-то как-то не скажу, что я прям по тысяче в день вышиваю на данный момент. Видать, по часику в день и то не каждый день что-то как-то маловато будет, чтобы семь тысяч за две недели выдать. Надо бы поднажать. Так что вполне возможно, что резко придется закрывать все свои окошки, которые я до этого подготовила. И может быть, тогда я еще укладываюсь. Причем, что я лошадку хочу к Новому году вышить, а у меня на лошадке еще и конь не валялся. Ой, ну, чисто в метафорическом смысле слова. А еще я ниточки заказала на четыре многоцветки. Будет у меня свой сезонный вариант вышивки. И очень хочу начать зимнюю вышивку. Правда, они мне еще не пришли. И при этом у меня все пяльца на шариках, которых еще поле не паханное. Вышивать и вышивать. При том, что к Новому году я еще хочу не только шарики вышить, но и две-три шишечки и одну сосульку. Так что чувство попы у меня уже так начинает гореть. И неожиданно для меня самой у меня предновогодняя суета началась уже в октябре. Ха, тут вообще прикол был. Но это вообще не в тему вышивки. Но мне в кухонных видео шутить нельзя. Мне сразу запозорят комментарии. В общем, смысл такой был. Я мужу говорю «Ты в эту комнату не ходи. Иначе если сдохнешь от восторга, я тут ни при чем». Вообще, я закрыла дверь на ключ, ключ проглотила, потому что нефиг крутиться всяким в зоне повышенной опасности. И хожу туда раз сутки только для того, чтобы быстренько проверить, все ли там в порядке. Ну, ничему человек не учит сказки про синюю бороду. Выловил ключ из туалета. Ну, а откуда ему еще его взять, если я его проглотила? Пошел проверил, приходит такой, говорит, «О, клево!» Запах сушеного чеснока с яблоками вообще улет. Мне так понравилось. Классно! Вот я теперь думаю, эта ошибка синей бороды была в том, что у него тетки туда прокрались и сдохли от восторга. А если бы мужик прокрался, его бы пришлось потом еще выковыривать оттуда с криками «Иди отсюда! Это мой чеснок!» Вполне возможно, что он их даже предупредил, что там сильный запах чеснока, от которого можно сдохнуть. Но ему же не поверили, кто будет прятать чеснок в закрытой комнате. Но об этом история умолчивает. Так же, как и в моей истории мы умолчали несколько деталей. Чеснок? Честно? Нет, но мне точно надо проверить, насколько это ужасно. Я вот даже подумала, может быть, не перевести гномик на вариант шарик для пинг-понга, а эту в категорию сюрприз для мужа. Это когда муж спрашивает, где ножницы? А то я такие, хопс, у него из-под попа. Ты что, не заметил? Вот же они! И такой, типа, ну дай-ка я их спрячь подальше, чтобы они не потерялись. Пост скримптум. Записала я уже это видео и в итоге подумала, ну что я ношусь, как севшая на осу? Надо так, все, срочно. Я вытаскиваю осу из попы и отменяю всякие планы. Что успею вышить, то успею вышить. Никаких планов. Но голосование остается. Это не план, это движуха. И смотрите, какой у меня классный синий шарик получается. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok